Новый год шимкенцы встретили относительно спокойно. Подводят итоги праздничных выходных в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям. С 30 декабря по 2 января в жилых домах произошло два пожара и 13 случаев возгорания. В результате погиб человек. Ещё один получил ожоги первой степени. Причинами стали неправильное обращение с огнём и курение в помещении. «По неосторожность обращения с огнём при курении стала причина пожара в жилом доме в село Шанхай микрорайона Бадам-1 и Микшинского района по улице Наурос. Сообщение о пожаре поступило 1 января 2019 года в 14 часов 25 минут. Площадь горения состояла 2 квадрата метра. На ликвидацию пожара ушло около 13 минут. На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения. Также 1 января 2019 года в микрорайоне Самал во дворе частного дома по улице Юсупова горела крыша на площади 72 квадрата метра. И на площади 30 квадрата метра горели домашние вещи. Также в гараже полностью сгорела автомашина марки ВАЗ-21099. То есть также огнеборцами было и курено 1 газовый баллон емкостью 50 литров и 2 кислородного баллона. На месте происшествия мужчина 1996 года получил ожоги первой степени. То есть 1% и от госпитализации отказался». Провозить новогодние праздники без крупных происшествий становится для горожан хорошей традицией. В этом немалая заслуга и сотрудников спасательных служб. Все праздники они работают в режиме повышенной готовности. «Основные задачи на 2019 год, то есть сами знаете, сейчас в данный момент идет отопительный сезон, то есть проводится агитационно-профилактическая работа среди населения, проводится рассеяние. Также основные задачи являются безопасность в купальном сезоне, пожароопасный период, обучение граждан требуем правилам пожарной безопасности в жилом секторе, а также проверки в области пожарной безопасности». Подводя итоги ушедшего года, пожарные отмечают, что за период ушедшей дюжины месяцев в Шемкенте произошло 152 пожара, что на порядок меньше, чем в 2017 году. Сотрудниками ДЧС было проведено больше 450 проверок на соблюдение пожарной техники безопасности. За несоблюдение норм и правил горожан оштрафовали на 4,5 миллиона тенге.